Друзья, приветствую вас! На связи Евгений Лебедь. И в сегодняшнем видео мы поговорим, почему водители не становятся перевозчиками. Если вам интересно, что происходит и что мешает большинству водителям стать перевозчиками, открывать свои транспортные компании, то сегодня разберем все ключевые факторы. Я их выбрал 5 ключевых. Естественно, пятый самый интересный, но давайте постепенно будем подбираться к этому. И давайте будем двигаться, потому что я думаю, что каждый из вас, если вы водитель, опять же, имеете опыт и хотите стать перевозчиками, работать самостоятельно, вы много для себя подчеркнете, вам будет интересно. Ну что же, давайте переходить к пункту номер один. Скажу честно, очень часто проблема заключается в бюрократических препятствиях. То есть, процесс регистрации компании, получение разрешения лицензии на перевозки, то, что нужно открытовку, фобку, бухгалтера нанять. То есть, действительно, все эти рутинные вещи, они отталкивают водителя от того, чтобы открыть свою компанию. И это действительно проблема, потому что не каждый понимает, как это, что это. Очень часто многие думают, что вот водитель, он умеет все. Но, как показывает практика, это не так. Ни в коем случае, друзья, если вы водитель профессиональный, вы это смотрите, не думайте, что я считаю, что вы что-то не умеете. Нет. Я уверен, что каждый из вас прекрасный человек. Но есть понимание профессионализма. То есть, если вы потратили полтора, два, три года на то, чтобы управлять автомобилем, вы в этом стали специалистом. Так же, как и бухгалтер, который ведет компании и сдает отчетности. Тоже два-три года она стала в этом специалистом. Так же, как и диспетчер, который поработал два-три года, чтобы брать хорошие загрузки, чтобы клиент вовремя платил. Это тоже история про то, что он стал специалистом. Так же, как и руководитель автоколонны, который обслуживает технику, он смотрит на то, как машина работает и понижает себестоимость перевозки, таким образом, чтобы она была оптимальная. То есть, все эти моменты очень важны. Но, к сожалению, когда водитель думает, что я сейчас открою свою транспортную компанию, стану перевозчиком, я все умею, это реально большая проблема. И в первую очередь, вот эти моменты бюрократические, они останавливают человека, чтобы двигаться дальше. Вместо того, чтобы нанять кого-то, чтобы это ему сделали, или пройти где-то обучение, понять, как это делается, он пробует это делать сам. Упирается, не получается, не хватает времени, и дальше процесс не идет. Следующий момент. Это, конечно же, недостаток финансовых ресурсов. Будем откровенны, запуск собственного транспортного бизнеса требует значительное инвестирование, покупку транспортных средств, оборудование, страховки и тому подобное. Но самое удивительное, что я все-таки поставил это на второе место, потому что у нас было видео, где я рассказывал, как можно найти, собственно, деньги на подвижной состав. Потому что большинство людей думают, что, блин, купить машину – это такая большая проблема. Но вы можете взять ее в аренду, вы можете взять лизинг, кредит, найти инвестора, там залог какой-то предложить. То есть много вариантов, которые вы можете найти, чтобы у вас был подвижной состав. Опять же, очень часто водители пробуют открывать компанию, покупать машину и сами пока на ней водить. И они уже по чуть-чуть двигаются дальше. Но многие говорят, да не, невозможно найти деньги, невозможно найти, собственно, финансы на то, чтобы купить машину. Это невозможно. И вот тут, ну, действительно, такие вот моменты есть. Хотя я не знаю, что тут невозможно. Второй момент, извините, третий пункт – это недостаток опыта и знания. Управление транспортным бизнесом – это специальные навыки и тому подобное. Вот тот момент, что я говорил изначально, да, то есть в первом пункте, что водитель, он является специалистом, узкопрофильным специалистом. То есть он занимается именно маршрутами, погрузками, разгрузками автомобиля, управлением автомобилем. Это очень сложный труд. Но чтобы стать специалистом и профессионалом, вы должны много времени потратить, получить опыт, знания, и тогда вы можете этим заниматься. И, к сожалению, многие водители думают, что, а, что там в бухгалтерии, фигня, что тут диспетчер не так работает, вот я знаю, как работать. И когда происходит такое неуважительное отношение, в первую очередь, это неуважение к этим людям. Нет, это неуважение к знаниям. Почему? Если этот человек пойдет делать это самостоятельно, у него не будет получаться. Первый, второй, третий, пятый раз. И только с 20-го раза он будет что-то у него получаться, потому что он уже будет приобретать опыт. Но он потратит большое количество времени на это. А время, это тоже деньги, если вы помножите, посчитаете. И это действительно большая проблема. У нас, скажу откровенно, очень часто приходят на обучение, опять же, на курсы. Я сейчас вас удивлю, особенно водители. Я думаю, много водителей смотрят это видео. К нам на курсы построения транспортного бизнеса приходят бухгалтера. Да, мы изначально тоже были этому удивлены. Но почему так? Они занимаются только отчетностью, то есть цифрами, показателями. Но они не понимают до конца, как происходит весь процесс. То есть перевозки, у них другой опыт. И люди, бухгалтера, приходят на курсы, изучают это все для того, чтобы, во-первых, выполнять свою профессию лучше. А во-вторых, они смотрят на будущее, а все может быть, может я могу заняться чем-то еще. Поэтому здесь, то есть даже люди, которые не связаны настолько, как водители с процессами грузов, еще что-либо, приходят и пробуют это узнавать. Потому что они понимают, что сначала нужно знание, потом вы получаете опыт и потом уже вы получаете результат, навыки. Вот, то очень часто водители к этому относятся. Да, ну это, что там разобраться в бухгалтере, две минуты, фигня. Но это не так, как показывает практика. Четвертый момент. Большинство переживает из-за рисковой ответственности. Потому что владение транспортным бизнесом несет за себе значительные риски, связанные с авариями, ущербами груза, правонарушениями, неприятными ситуациями и, конечно же, другими нюансами. Но, опять же, вот для меня всегда этот вопрос был удивительным, потому что приходит много ребят на консультацию, да, и спрашивают, ну это же ответственность. Я говорю, подождите, вы работаете водителем в наемной компании. Ну, есть такая история? Да. Вы же несете ответственность материальную за транспорт. Да. Вы несете ответственность материальную за груз. Да. Так когда у вас свой транспортный бизнес, у вас то же самое. Вы также несете за это ответственность. Только разница в том, что здесь вы управляете процессом одной, второй, третьей, четвертой, пятой машины. А там вы управляете только, ну, своей машиной. И все. И вот это переживание, которое возникает из-за вот преодоления нового этапа, оно действительно имеет место быть. И здесь это вызвано в первую очередь из-за отсутствия знаний. То есть, нету понимания, например, а как управлять другим водителем, а как им мотивировать, а как, например, выстроить систему компании, да, как решить вопрос документальными моментами. То есть, все эти вещи, они как бы неизвестны. То есть, знаете, как икс. И человек такой сразу, не, ну, это рискованно, это большая ответственность. Но он даже не начал разбираться. Поэтому, собственно, вот эти все моменты, они влияют. Если у вас больше есть знаний, больше понимания, то и риски, и опыт намного проще воспринимаются, потому что, ну, вы понимаете, куда вы идете, с чем вам придется столкнуться. Ну, и последний момент, это вот частично то, что я проговорил, это нехватка знаний о бизнес-процессах и управлении компанией. Часто, когда специалист, да, тот же водитель, мы просто пример как бы на этой позиции берем, что специалист, он привык работать на своей позиции. То есть, ему дали вводные, он четко их понимает и в своей зоне ответственности, да, он выполняет эти задачи идеально. Но разница именно, когда вы руководите предприятие, пусть это 2-3 человека, не имеет значения, у вас этих процессов больше. То есть, вы здесь как водители понимаете, что у вас есть взаимодействие с бухгалтером, взаимодействие с диспетчером, с руководителем автоколонны. И вы свою зону знаете, все. А что они там делают, вам, ну, как бы это не важно, потому что вы заняты своей задачей и вы ее делаете хорошо. Но когда вы переходите на непосредственно формат предпринимательский, вы должны интересоваться и знать каждой позиции, что делают другие участники. Вот. Опять же, если вам интересно, напишите в комментариях вопросы, то есть, что вас останавливает для того, чтобы открыть свой бизнес, то есть, стать перевозчиком. То есть, открыть юридически это все, найти хорошую технику и начать уже работать на себя. Друзья, напишите в комментариях и если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что таким образом я вижу, что вам интересна такая тема. Я буду снимать больше подобных видео и, соответственно, больше будет таких полезных выпусков и каждый сможет развиваться в сфере транспорта и логистики. С вами был Евгений Лебедь. Увидимся в следующих видео. Увидимся в следующих видео.